Здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я хочу рассказать о том, что я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников в стране. Если вы хотите узнать, о чем на самом деле думают турки, что их интересует, о чем здесь сплетничают, я не профессиональный журналист, это мой личный блог. Так что давайте приступим. Сегодня у нас больше новостей такого варианта сплетен, разговоров внутренней политики и кухни внутренней социальной жизни в стране. Новый лидер ДЖП буквально вчера, Сгюрюзель, он впервые официально встретился с лидером и партией, подарил ей огромный букет цветов, были, как всегда, официозные фотографии на фоне флагов. Официально он спросил у нее, скажем так, взял, я не знаю, как сказать, как бы ее слово, поднял, в общем, тему того, чтобы на муниципальных выборах новых, которые у нас будут 30 марта, чтобы у нас было объединение партии демократов, короче, сохранить коалицию оппозиционную, которая, кстати, раскололась, вот этот круглый стол, стол пяти перед самими выборами. И глава ее партии вышла оттуда со скандалом, если вы помните. Несмотря на то, что выиграл президент Эрдоган и его партия прошедшие выборы, также они взяли в парламенте большинство кресел. Но при этом муниципальные выборы для них это будет прям максимально, мечтает максимальная победа, забрать обратно самые ведущие города. Напоминаю, что самые ведущие города это Измир, Анкара, Анталия, в общем, там везде и многие-многие другие, их немало, много городов. Самые крупные и важные моменты это светские города, и в них, конечно же, мэры стоят оппозиционные. И в идеале бы как бы вершина, венец победы, корона, это была бы победа на муниципалитете и поставить туда еще своих мэров. Посмотрим, в общем, как это будет даже в Мугле. Вот у Мугла очень такой вопрос у нас, мула по-турецки, мугла в русском переводе. В Мугле есть такой вопросик, там тоже много-много лет оппозиционный, а Мугла это провинция там, где Мармарис, с той стороне все находится. И он в этом году отказался от движения на муниципалитет, снимая свою кандидатуру в силу возраста, опыта, короче, человек уже устал. И вот это очень такое горячее интересное местечко, кто в этом году в Мугле будет победителем, выдвиженцем. В общем, этот человек очень многие годы держал это кресло и хорошо работал, его выбирали. Посмотрим, в общем, интересно, начинается вот эта жаришка предвыборная муниципалитета, начинается здесь возня внутренняя. И из официальных таких новостей политических больших президент Родоан официально отказался от разрыва торговых отношений с Израилем. Бизнес, just business, он продолжается. А это предложение ему высказывал президент Ирана Раиси. И из-за этого отказа отложился визит, их встреча, в общем, переносилась, потому что оно было неким ультиматумом со стороны Ирана. Наш ученый по землетрясениям, его зовут Герюр Наджи, он снова сделал заявление. Он все больше и больше их делает. И, собственно, когда мы их читаем, хоть задается каждый турок вопросом, ты дату уже скажи или когда это будет, мы хотя бы как-то приготовимся побольше. В общем-то, конечно же, никаких нет, это нельзя предсказать. Но он опять же сказал, что в Селивре будет новый разлом, будет землетрясение, 8 баллов. И от этого землетрясения весь юг Стамбула, то есть если мы смотрим на карту, южная часть, если город на севере юг разделим, южное побережье, эти районы и азиатская, и европейская стороны очень сильно пострадают, там будут большие разрушения. А верхняя часть северная, кто на севере Стамбула живет, там будет гораздо спокойнее, вообще будут минимальные повреждения. Вот это уже холмистость там, в общем, это очень много различных, если мы берем географических таких особенностей, ландшафта. Ну ничего нового, по сути, не сказал, только снова встрясают землю, опять эти пересуды идут в общество, потому что люди очень сильно, конечно же, боятся. Толчки в Малатии продолжаются, вчера опять 4-6 балла было. Ну, приятного мало, это не те разломы, которые истамбульские, это вообще другая часть страны. Это те, которые были в феврале 23-го года, все там опять начинает клокотать, да. Кстати, еще он говорил о том, что в стороне в Дюджи тоже могут быть толчки, там тоже есть разлом, тоже новые, точнее, разломы. В общем, потенциал он этот землетрясение рассказывает, страшно, конечно. Ну и опять скажу, это вот здесь мое личное мнение и взгляд человека, который в стране живет. Я вам честно скажу, вот эти все заявления про землетрясение, ни в коем случае их не уменьшаю. Но я обращаю внимание, что когда идет какая-то политическая возня в стране, то на этом же фоне сразу людям закидывается вот эта жвачка страсти какие-нибудь, на колени ситуации. Все всего боятся, всегда мы боимся землетрясений, ведь эти темы становятся актуальны. Поэтому всегда мы смотрим не просто на то, что сказали, просто на процесс, а смотрим на информацию, которую говорят. Я вот в этом сообщении, в новом заявлении, в интервью этого профессора, не вижу новой никакой информации. Он другими словами пересказывает, что в принципе сам же говорил гораздо ранее. Так что без паники, отслеживайте всегда, если слышите что-то про землетрясение, предупреждение, сразу так раз на политическую арену страны. Что там у нас там противостояние? Что-то, наверное, интересненькое там происходит. А у нас теперь переходим к внутренней политике страны. Интересного очень много, криминального. Вообще в государстве сейчас очень большой идет упор на поиски террористов, борьба с наркотиками и борьба с инфлюенсерами, блогерами различными, махинациями. Это не уплата налогов, а всякие крипто, какие-то пирамиды финансовые и все прочее. Короче, берутся за это, собственно, чего люди и ждут. Очень много в новостях сейчас мы можем видеть спецоперации. Захватили, прервали наркокартель каких-то главарей, банды, проституток постоянно. Вот это вообще на соцсетях очень сильно обсуждалось. Буквально два дня они в соцсети тимбурлили тем, что отловили из стран СНГ, скажем так, около 100, где-то 150 человек накрыли, которые занимались женщин-проституцией. Но при этом они еще и были все очень многие инфицированы ВИЧ, СПИДом и переносили заболевания. Сейчас рассматривается большая криминальная схема, связанная с футболистами и официальным банковским сотрудникам. Личности, которые задействованы в этом конфликте. Это Факихте Рим, Орда Туран, Фернандо Муслера и Эмре Белезолу. Сумма мошенничества 80 миллионов долларов на минутку. Не лир турецких, а долларов. В общем, одна женщина, ее фамилия Сечиль Эрзан. Она управляющая одного частного банка. В общем, она сделала такую мошенническую схему. У нее был выход на футболистов, которые я раньше сейчас перечисляла. Знаменитые люди при больших деньгах. И вот она им организовала такой фонд, назовем по отмыванию денег. В общем, она им, по сути, простыми словами пообещала. Вот вы вложите условно 10 миллионов долларов. Потом деньги поработают у нас в банке. И вы возьмете еще проценты сверху. Вернете там, например, 13 миллионов долларов. То есть это очень огромные суммы. И обманут их довольно-таки немало людей. Причем люди знаменитые. Изначально они боялись где-то об этом говорить. Это, в принципе, нечестная схема. Но когда они выяснили, что их как бы много, не мало. Этим вообще занялась прокуратура. И они тогда начали давать показания. Всех свело знакомство с этой женщиной. Что она всем вот это все обещала. Ну, короче, финансовая обычная пирамида. Обещания. В общем, ничего нового. Схема проста. Но дело в том, что это очень большие суммы. И очень знаменитые люди. В общем, она им обещала 30% дохода. Называла эти моменты инвестициями. Куда они что инвестируют, они не понимали. Они просто отдавали деньги. Ну, по факту, короче, денег обратно не получили. Так вот, и знаменитости. Кто вот сейчас дал показания, идет это дело. Кто огласки это дал. Там есть другие люди, которых фамилии не называются. Там гораздо больше. Потеряли свои деньги. Орда Туран 6-8 миллионов евро примерно. А Фатих Терим потерял 11, теряет 12 с половиной долларов. Миллионов долларов. Как бы они даже суммы точные назвать не могут. Я приглашаю вас посетить мой лекторий здоровых отношений. У нас с вами пройдет 4 лекции в закрытом телеграм-канале. Доступ к которому у вас остается в течение трех месяцев. Вы можете вернуться к этой информации или послушать эти лекции в течение трех месяцев в любое удобное для вас время. Лектория стартует 5 декабря. И с этого дня к лекторию прикреплен чат с живым общением. Я буду отвечать на ваши вопросы по поводу отношений, взаимосвязей. То есть наше с вами живое общение, интерактив. Этот чат будет действовать в течение двух недель. Это будет уникальная возможность, приобретая 4 лекции с информацией, также получать консультации психолога. Темы, которые мы затронем с вами на лектории. Что такое здоровое отношение, определение токсичных. Какие факторы способствуют тому, что мы вступаем в токсичные и нездоровые отношения. Также у нас будет лекция про самооценку, ее формирование, насколько она важна в взаимоотношениях с партнером. Личные границы, как они важны в отношениях, как их расставлять. Я вам дам схему личных границ. Если у вас есть страх, возможно, говорить нет, отказывать и отстаивать свои личные границы с партнером. И заключительная лекция будет о том, как создавать и поддерживать здоровые отношения. Самый лучший приятный подарок на Новый год. Подарить себе шанс на новую жизнь, на здоровые и счастливые отношения. В инфобоксе под видео указана моя электронная почта. Для информации о стоимости и условиях этого курса лектория вы можете написать в теме письма. Хочу в лектории. Я вам отвечу, пришлю письмо в ответ со всеми условиями. Напоминаю, что лектория стартует 5 декабря. Это прекрасный повод сделать себе приятно и начать новую жизнь в здоровых отношениях. До новых встреч. Увидимся на лектории. Теперь немножко о криминале поговорим, который тоже встряс просто страну. Для начала турецкий криминал в городе Бурс. Это очень, кстати, большой город. Два часа езды от Стамбула. 220-250 километров. Крупный город, миллионник. Какая произошла ситуация? Женщина-турчанка скандалила со своим мужем. Она его каким-то образом, это в новостях деталей этих не было. Она уличила своего супруга в измене. Ну или подумала, что он ей изменяет, либо его каким-то образом поймала на этом деле. У них был дома скандал. Его жена, эта женщина, выкинула мужа со второго этажа в окно. Он упал, приземлился на газон под домом. На самом деле, там дома такие на видео видно стык в стык стоят, старых построек. И там очень маленькое пространство. Ему просто повезло, что он даже со второго этажа, но не упал головой на бетон, например. Потому что, ну, чудом, короче говоря, он, собственно, выжил. Могли бы быть реально более серьезные травмы. Затем она взяла нож, спустилась вообще к этому мужчине туда вниз, своему супругу, которого скинула со второго этажа. Ну, у нее была истерика, она там кричала. И ножом его вообще словно взяла в заложники. И сказал, что он вообще его прирежет, что он изменяет. И, в общем, вот этот весь конфликт, который был в рамках дома, он вышел вот сюда, в общественность, на улицу. Она его, в общем, вызвали полицейских, спасателей, с ней переговаривались. Соседи на нее это снимали, кричали. В общем, ты вообще ненормальная маньячка, отстань мужика, ты его убьешь в таком роде. Ее пытались угодить. То есть она ему, условно, приставила нож, там горло не отходило. От него сказал, что он вообще его прирежет сейчас, если там... В общем, у нее явно какой-то был срыв, психоз и так далее. В новостях это тоже очень сильно обсуждалось. В комментариях в интернете, естественно, там стороны из разряда, как надо было довести женщину. Или был другой вопрос. К мужчине тоже вопрос. То есть, а может быть, это вообще абьюз со стороны женщины в семье? То есть, может, он ей не изменял, вот этих моментов не было. То есть, вот эти вот суды-пересуды. В общем, тема домашнего насилия и абьюза с какой-либо стороны, она очень тоже здесь в обществе заходит. И это, конечно, была горячая такая тема. И вот к новости, которая просто встряхнула наше комьюнити постсоветского пространства, русскоязычных, иностранцев, которые здесь живут. Произошло убийство, причем очень крупное, серьезное. В Бодрыме жила женщина из Москвы. Ей было 42 года. Это Ирина Двизова и ее 16-ти практически летняя дочка Даяна Двизова. Их тела нашли обернутыми веревками связанными, обернутыми в простыни. Их просто скинули в ров рядом с дорогой за городом, за Бодрумом. Это вообще женщина и дочь с российским гражданством, с паспортом. Они жили на две страны. Вопрос в том, кто убил этих людей. Двизова была в разводе своим официальным мужем. Он главный подозреваемый в этом деле. И он гражданин вообще тоже третьей страны. Он вроде бы, насколько сейчас известно, литовец. Сначала писали, что он финн, но вообще в итоге последняя версия, что он, скорее всего, из Латвии. Как вообще об этом убийстве стало известно? Родственники забили тревогу, панику. В общем, когда вскрыли дом, они не выходили на связь. Увидели дома вообще следы борьбы, что они поняли, что было преступление. Иначе затем этот мужчина, подозреваемый ее бывший супруг, скрыл с всей страны еще и с малолетним их ребенком. У них еще, оказывается, был ребенок совместный. Они развелись. И в СМИ также, в российских СМИ была информация о том, что у них там было дело летом, закрылась. То есть, условно, кому-то присудили, скорее всего, родительство над этим ребенком совместным. Возможно, в этот момент непонятно вообще еще история, но очень темная, очень малая информация. В общем, убийство состоялось. И с ребенком младшему этот мужчина скрылся уже из страны, из Турции. Его тут был план перехват. Но он успел вылететь просто сразу же. Насколько я поняла, он вылетал из Даламана аэропорта. И улетел он куда-то за границу. В общем, его пока что не нашли. Его зовут, он литовец Андрей Кушлевич. Находится вот в данный момент, он уже в России в розыске был по базам МВД. Сейчас он, скорее всего, уже в международном розыске. Но из Турции, как мы поняли, ему уже удалось скрыться. Реджеп Тайп Эрдоан и его семья подали официальный иск за клевету оскорбления на журналиста. Его зовут Митин Джихан. В общем, цитата. Пока Эрдоган осуждал взрывы больницы в Израиле, компания его сына Бурака Эрдоана загружалась в израильском порту. За саму вот эту фразу они решили наказать за клевету. Иск подали всей семьей. Сын, отец, в общем, все переключились. Интересное будет, конечно же, дело в СМИ, потому что это открытый журналист оппозиционных таких взглядов. И очень интересно, получится ли ему, скажем так, уйти от преследования. Будет ли административка или уголовная, или его закроют, посадят. Конечно же, это 100% публичное наказание. Для других это публичное дело. Для других журналистов, чтобы они не смели лезть куда не нужно, это, конечно же, очерчивание границ дозволенности, свободы слова, демократии в стране и так далее. Будем следить за этим процессом. Прошедший уикенд опять был у нас очень страшным по погоде, если так можно выразиться. Было очень много непогоды в Стамбуле, на Черном море. В общем, это огромный ураган по Черноморскому попережью. Здесь у нас он накуролесил возле Стамбула, Черноморская, Караденис, все, что у нас здесь есть. Потом он ушел в Крым. В Одессе также замело вообще. Там люди пострадали, погибли в холоде. В общем, вот это вот все амишанина по Черному морю, она вот здесь нас захватила. Страшная была, конечно же, глороза, погода, просто шквалистый ветер. Вообще, да, назвали это ураган столетия, что по фиксации метеоданных, да, вот таких ветров, были они там 1800 каких-то годах, в середине вообще 19 века в последний раз такое. Это было действительно очень сильно. Пострадало очень много районов. Жертвы тоже, к сожалению, в Турции есть. Лодки опять тонули, но уже без жертв. Но два таких момента, которые очень затронули сердца людей здесь. Одна история, я видео прикреплю. Взрослый сын спасал своего 80-летнего отца. Отец рыбак, и он на своем судне был. Начался огромный этот шторм. Лодку отнесло. Потом он каким-то образом ее обратно прибило, скажем так, к берегу. Его сын схватил канат, или как мы это назовем. В общем, притянул отца в лодке и начал его спасать. И отец прыгал 80-летний, потому что это 80-летний дедушка, который прыгал просто в руки к своему сыну на камне туда, на пирс хоть куда-то, чтобы спастись. Слава богу, дедушку спасли. И когда я видела это видео, у меня был один вопрос. Вот лично у меня, как вот здесь у гражданина, да. Какая же нужда финансовая у этих людей, что вот в такой страшный шторм. МЧС предупреждал. Все знали заранее, что этому человеку пришлось идти зарабатывать деньги, ловить рыбу в 80 лет тому деду. 80 лет. 80. Это, конечно, каждый как бы думает свое. Вот я озвучила свои мысли по этому поводу. И второй случай, это вообще безалаберность, конечно. Два подростка, парня-старшеклассники, они стояли на пирсе во время вот этого огромного. Даже причем это было на второй день. Бушевала эта стихия два дня. На второй день этого шторма они стояли на пирсе, делали селфи. Их просто унесло волной, которая вылетела на пирс, схватила, назовем так, водой их ледяной. И просто унесла в море. Пока что новостей я не видела о том, чтобы тела этих парней нашли. Может быть уже и да, но мне на глаза такие новости не попадались, собственно, к тому, чтобы, скорее всего, они не выжили. Именно оплошность людей. Вообще, в принципе, очень много размывало, затопило. Измир, Стамбул, Вуртаке, вообще страшные кадры были. Воскресенье утром, вода. Босфор просто выходил там, где гуляют туристы, там, где вот бетон-лавочки. Обычно с птичками фотографируются в знаменитом месте. Там все заливало водой. Так вот у нас весь Стамбул, собственно, плавал. Ливень вообще. Несколько эксцессов за это время у нас были еще и с самолетами. Туркеш-эрлайнцы отменили больше 56 рейсов своих из Стамбула, когда была эта непогода, выходные. Ну, это вообще даже не удивительно. Они сразу, они не рискуют, они сразу отменяют. Рискут другие компании различные, подешевле которые. У них, возможно, нет таких финансовых возможностей на компенсации, да. Очень многие летали, продолжали. Но потоки ветра были просто адские, нереальные. И очень заверсилось видео наших СМИ о том, как самолет пытались посадить. Со второй попытки это даже не получилось. Они несколько раз уходили на повторные круги. И уже в итоге самолет приземлился, потому что у него просто закончилось топливо. А лететь надо заправку или какой-то соседний другой вообще аэропорт. Там уже просто не было возможности. Пилотам пришлось посадить самолет в таких условиях. Но это было очень страшно. А Флория, очень прекрасный район в Стамбуле. До такси таксисты попросили тысячу лир. Это была, скажем так, без фиксированная, короче, без отчета цена. Тысяча лир. Три турчанки сели в такси. Им казали, тысячу лир сумму озвучивали. Они вышли со скандалами, с криками. Естественно, с турчанками будут качать права. И, в принципе, во Флории очень хорошая развязка транспортная. Там есть метро, там есть автобусы, там есть Мармара и так далее. В общем, уехать для местных не проблема. Но для туристов, конечно, проблема. Проще такси пользоваться. Когда ты ничего не знаешь, сказать не можешь. Там билеты купить и тому подобное. И тут же на этом видео садятся две женщины арабского происхождения, туристки. И едут точно на такси за сумму тысяча лир. Конечно же, в соцсетях все обсуждают, что сколько может это еще продолжаться. Не только то, что там типа вот иностранцы могут позволить, а мы себе не можем позволить. Типа иностранцы виноваты. Нет, вообще вот этой наглости людей, что сами своих обманывают. Поэтому, когда говорите, туристов обманывают. Друзья, тут местные тоже всем этим недовольны. И категорично очень эта тема очень накаленная. Поверьте, они сами очень против этого. И последнее скажу, что за последних два месяца с отъездом, оттоком русских, украинских и стран СНГ, иностранных, назовем так, туристов, которые здесь у нас жили, аренда жилья не падает, к сожалению, по стоимости. Цены точно такие же. Но осталось больше выбора пустых квартир, но цены высокие, никто опускать не собирается. Но на покупку недвижимости упали цены в районе 39%. Лично я видела статистику. Например, в Стамбуле была квартира 7,5 миллионов лир. Сейчас вот на середину ноября она стоила 4,500, даже больше 30%. То есть для тех, кто сейчас собирается покупать квартиры, либо самое время вложить, пока скачка не было про курс доллара. Мы там будем смотреть, конечно, зафиксировали доллар, люди уехали. Именно по продаже цены хорошо упали, по аренде, к сожалению, так еще и держатся. То есть ждать того, что аренда упадет, я бы не стала, честно говоря, ни той надежды не вызывать. Скорее всего, это не как бы на аренду спроса больше, цены понижать не будут. А вот на приобретение рынок очень сильно, конечно же, просел, поэтому и скидки пошли, скажем так, цены падают. Вообще правительство опять может подняло ставку процентную, я вам говорила в прошлый раз. И вообще будем за этим, конечно, следить, я обязательно беру себе эту новость на карандашик для себя, в свой блокнотик для записей. Я могу сказать, что пообещало правительство к концу 2024 года, через год ровно, вдвое уменьшить инфляцию в стране. Будем наблюдать, будем считать наши денежки. И я даже думаю, как вам будет интересно или нет, я хочу сделать несколько чеков. Я хочу записать видео с чеком продуктовым, например, самой популярной сети Migros, с чеком из кофейки в центре города, скорее всего, с десертом, с едой какой-то, с кофе и так далее. И проверим, я сохраню эти чеки, обязательно засниму обязательно на видео, мы с вами встретимся через год. И посмотрим инфляцию, сами посчитаем, как изменились наши счета. Получится ли у нас 50% сокращения инфляции или нет. Будет очень интересно, если вы сторонник этого, то пишите в комментариях. Напоминаю, что в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих, интересных и не только злых новостей о Турции, не только трагичных. Там есть и позитивные новости, я как минимум стараюсь, чтобы они были. Акцентирую на этом внимание по вашему же запросу. В общем, в инфобоксе есть ссылка, подписывайтесь на телеграм-канал, также моя почта. Кто хочет поучаствовать в лектории, получить психологическую консультацию, пишите туда. До новых встреч, всем пока!